Более 440 кандидатов от 8 различных партий и самовдвиженцев. Таковы итоги процедуры регистрации участников выборов в Самарской области. На должность губернатора претендует 5 человек от 5 парламентских партий. Практически такой же конкурс до 5 человек на место на выборах в городские думы Тольятти и Сызрани. Все это, по словам экспертов, свидетельствует об увеличении уровня конкурентности на выборах всех уровней в России и Самарской области в частности. Как работать общественным независимым наблюдателем в условиях высокой конкурентной борьбы, обсудили на круглом столе, посвященном итогам выдвижения кандидатов. Мы, как независимое наблюдение, постараемся обеспечить, во-первых, прозрачность процесса, а во-вторых, чтобы у нас все пожелания граждан были учтены именно в единый день голосования, и чтобы мы получили и достойное высшее должностное лицо, и, конечно, чтобы два законодательных собрания и довыборы привели, так сказать, в активную политическую, в том числе, повестку людей, которые работают только на благо Самарской области. Главное, в чем сходятся эксперты, общественное независимое наблюдение начинается не в день голосования, а как раз во время регистрации кандидатов. Общественники должны следить, что эта процедура проходит правильно. Затем наблюдатели следят и за процессом агитации. Ведь из-за высокой конкурентной борьбы некоторые кандидаты могут прибегнуть к незаконным процедурам. Поэтому важно, чтобы все участники выборного процесса следовали нормам, закрепленным законами государства, которые предоставляют всем равные права. О различных сложностях и говорили эксперты во время работы круглого стола. Наблюдение в ходе всей избирательной кампании, в ходе всего избирательного цикла. И да, это нужно расширять. Да, это обеспечивает конкуренцию, собственно, в день голосования, когда мы на протяжении всей избирательной кампании следим, чтобы возможности у кандидатов были равны, по крайней мере, правовые возможности, чтобы конкуренция обеспечивала благосостояние избирателя, который должен иметь возможность выбрать лучшего. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке вне голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.